Вот вам загадочный и тревожный факт. Уровень воды в Мертвом море падает с такой скоростью, что можно подумать, будто кто-то тайно заливает его в пустыню на ночь. Этот величественный водоем, благодаря своим уникальным свойствам, всегда был настоящим природным чудом. Однако сейчас оно стоит на пороге экологической трансформации, которая может навсегда изменить его облик. Что делает это море таким притягательным? И главное, есть ли надежда на спасение? Сегодня все об этом в нашем ролике. Первая и основная причина – это обмеление реки Иордан. Когда-то эта великая река снабжала водой Мертвое море, но сейчас она превратилась в загрязненный поток. В середине прошлого века Иордан приносил из Галилейского озера в Мертвое море около 1 миллиарда 300 миллионов кубометров воды ежегодно. Сейчас этот объем сократился до 10% от первоначального значения. Согласно данным Международной экологической организации «Друзья Земли на Ближнем Востоке» – Фоеме, в обмелении Иордана виноваты Израиль, Сирия и Иордания, построившие за последние десятилетия многочисленные плотины, каналы и водозаборы. Помимо этого, Израиль и Иордания используют большие испарительные бассейны для извлечения фосфатов из воды, которые применяются в производстве удобрений. Экологи постоянно бьют тревогу, ведь если ситуация не изменится, то через несколько десятилетий некогда полноводная река Иордан превратится в узкий, засоренный солями и илом ручеек. А спустя пятьдесят лет после обмеления Иордана исчезнет и само Мертвое море. Уже сейчас оно ежегодно усыхает на один метр. Уходящая вода Мертвого моря создает новую проблему – появление карстовых воронок. Под высохшим грунтом остаются залежи соли, которые постепенно размываются подземными водами. Образующиеся полости приводят к неожиданным обрушениям земли. На сегодняшний день вдоль побережья Мертвого моря зафиксировано более пяти тысяч таких воронок, тогда как сорок лет назад их вовсе не было. Ежегодно появляются сотни новых провалов. Некоторые из образовавшихся кратеров достигают диаметра в сто метров. Земля, испещренная этими воронками, кажется местом постоянных землетрясений. Одна из воронок поглотила целую солевую фабрику, которая исчезла под землей в одно мгновение. Карстовые воронки представляют серьезную угрозу для местного населения, особенно для фермеров. Кроме того, вблизи Мертвого моря пролегают оживленные автодороги. Геологические процессы, протекающие в реальном времени, стали значительной опасностью для водителей. Экологическое состояние вокруг Мертвого моря продолжает ухудшаться также из-за загрязнения вод пластиковыми отходами и сточными водами. Канализационные сбросы из Восточного Иерусалима и палестинских территорий свободно попадают прямо в акваторию Мертвого моря. Правительства надеются, что экстремальные природные условия, такие как сильная солнечная радиация, помогут нейтрализовать вредные и опасные вещества. Однако пластиковые отходы не исчезают бесследно, они просто становятся невидимыми, растворенными в воде. Ситуация с каждым годом только ухудшается. На палестинской стороне меры по утилизации отходов принимаются преимущественно частными лицами. На западном берегу Мертвого моря фермеры установили специальные резервуары для сбора сточных вод, которые используются в сельском хозяйстве. Израильские власти и экологические организации разрабатывают планы по улучшению ситуации. Однако окончательное решение проблемы потребует строительства канализационной сети на территории палестинской автономии. Но когда это будет, неизвестно. Экологи давно пытаются найти способы спасти реку Иордан и Мертвое море. Одним из возможных решений считается соединение Мертвого моря с Красным. Экологи из движения «Экопис» предложили проложить трубопровод через пустыню, связывающий два водоема. Идея получила поддержку Всемирного банка и Соединенных Штатов. Однако при реализации проекта возникли значительные технические, финансовые и политические преграды. В 2021 году Иордания отказалась от участия, ссылаясь на потерю интереса со стороны Израиля. Ранее аналогичный проект предлагали британские инженеры, которые хотели соединить Средиземное и Красное море через Мертвое. Однако и этот проект не удалось осуществить из-за большого снижения уровня Мертвого моря. Некоторые ученые полагают, что полное исчезновение Мертвого моря маловероятно, даже если темпы высыхания останутся такими же высокими, как сейчас. Согласно этой гипотезе, уменьшение объема воды сопровождается увеличением плотности и содержания солей. В итоге масштабы испарения уравновесят приток воды, и озеро перестанет высыхать. Смотрите далее, и вы узнаете, где находится Мертвое море, чем оно полезно и другие интересные факты. Мертвое море расположено на Ближнем Востоке. Его западное побережье омывает Израиль, а восточный берег принадлежит Иордании. Водоем занимает часть тектонического углубления Эль-Гор, также известного как Иорданская рифтовая долина. Падина простирается с севера на юг на протяжении около 300 километров, имея ширину около 25 километров. Берега Мертвого моря находится на 436 метров ниже уровня Мирового океана, что делает его самым низким участком земной поверхности на нашей планете. При этом уровень воды понижается примерно на метр каждый год. Мертвое море – это замкнутый водоем, не имеющий выхода к океану. Оно получает воду главным образом из реки Иордан, на берегах которой происходило множество событий, описанных в Библии. В него также впадают несколько мелких рек и временных водотоков. Климат региона, окружающего Мертвое море, характеризуется засушливыми условиями пустыни. Осадки выпадают крайне редко, а солнечная погода сохраняется почти весь год. Самые низкие температуры наблюдаются зимой, когда воздух охлаждается до плюс 18 градусов Цельсия. А самые высокие температуры приходятся на лето, когда столбик термометра поднимается до плюс 40 градусов Цельсия. Температурный режим водоема тоже стабилен. Зимой вода редко остывает ниже плюс 24 градусов Цельсия, а летом прогревается до плюс 35 градусов Цельсия, что позволяет наслаждаться купанием в любое время года. Лучшее время для отдыха на курортах Мертвого моря – весна и осень, когда жара не настолько интенсивна. Мертвое море, несмотря на свое название, на самом деле является озером, поскольку не связано с Мировым океаном. Оно имело множество названий. Древние иудеи называли его Соленым, Восточным и Содомским морем, греки и римляне – Асфальтовым, арабы – Зловонным. Озеро образовалось на месте древнего озера Лиссан, которое около 25 тысяч лет назад занимало всю тектоническую впадину Эль-Гор. Около 10-14 тысяч лет назад уровень воды в озере Лиссан упал, и водоем принял свои нынешние очертания. Площадь Мертвого моря составляет около 609 квадратных километров. Максимальная длина – 50 километров, а ширина – 16 километров. Его размеры небольшие как для морей, так и для озер, и продолжают сокращаться из-за человеческой деятельности. Ученые предполагают, что водоем исчезнет через 700-900 лет. Для сравнения, площадь самого Большого соленого бесточного озера Каспийского моря составляет 390 тысяч квадратных километров, а озеро Иссык-Куль – 6236 квадратных километров. Глубина Мертвого моря также невелика – максимум 295 метров. Зато ему уступает первенство одной из самых мелководных морей Земли – Азовская, 13 метров. Но по уровню солености Мертвое море является абсолютным лидером среди всех водоемов планеты – до 340 промилле, то есть 340 граммов соли на литр воды. Это в 8 раз больше, чем в другом самом соленом море на Земле – красном – 42 промилле. Однако в Красном море морская жизнь процветает, в то время как в Мертвом море высокая концентрация соли делает его практически непригодным для выживания большинства форм жизни. Название водоему дал древнегреческий писатель и географ II века Павсаний, который первым описал воду озера. Впрочем, в 20 веке оказалось, что Мертвое море не так уж безжизненно, как предполагалось раньше. В нем обитает до 70 видов микроорганизмов, включая амицетов и грибов, которые смогли адаптироваться к гиперсоленой среде. Оказывается, в недрах Мертвого моря кипит жизнь. Ученые из Университета Бен-Гуриона нашли на его дне глубинные источники пресной воды. Немцы, в свою очередь, выявили новые виды живых организмов, растущих возле трещин морского дна. Хотя существование источников пресной воды было известно долгие годы. Так как люди замечали рябь на поверхности, ученые открыли сложные системы глубоких источников, которые не видны с берега. Эти исследования показали, что на дне моря функционируют сложные системы источников протяженностью сотни метров и глубиной до 30 метров. Источники выходят через трещины диаметром до 15 метров и глубиной до 20 метров, имеющие крутые мелкослоистые стенки, где чередуются слои осадочных пород и минералов. Хотя ученые знали о наличии подводных источников пресной воды в течение нескольких десятилетий, обнаружение разнообразия жизни в этих источниках стало сюрпризом. Отметил доктор Денни Ионеску из группы микросенсоров Института Макса Планка в Германии, возглавляющий изучение микроорганизмов. В 2019 году израильские исследователи заявили, что обнаружили самую длинную в мире соляную пещеру, находящуюся в горном массиве Содом на юго-востоке Мертвого моря. Гора Содом известна тем, что почти полностью состоит из каменной соли. Особенно знамениты пещеры Колонелля – Аруватаим и Малхам. Профессор еврейского университета Амос Фрумкин, который более 40 лет занимался исследованиями пещер в районе Мертвого моря, сообщил, что длина обнаруженной пещеры превысила 10 километров. Предыдущий рекорд по длине соляной пещеры принадлежал Ирану. В 2006 году там была открыта пещера на Магдан, длиной 6,5 километров. Основной вход в пещеру Малхам расположен рядом с соляной скалой «Жена Лота», ассоциируемой с библейским разрушением Содома и Гоморы. В Библии есть описание, как женщина превратилась в соляную статую, взглянув на Содом. Йоаф Негеф, основавший Израильский клуб исследователей пещер, совместно с ученым Боазом Лэнгфордом из исследовательского центра университета, собрали группу из 80 волонтеров из 9 стран – Болгарии, Великобритании, Франции, Хорватии, Румынии, Чехии и других. За полтора года участники провели около полутора тысяч рабочих дней, измеряя и картографируя углубления пещеры. Стены пещеры, сложенные из слоев каменной соли, украшены белоснежными сталактитами, сталагмитами и колоннами. Внутренняя поверхность пещеры покрыта тонкой пылевой оболочкой, которая поступает сюда из пустыни, придавая отложениям характерный янтарный оттенок. Радиоуглеродное исследование фрагментов древесины показало, что формирование пещеры началось около 7 тысяч лет назад, что делает ее сравнительно молодой по спелеологическим стандартам. Соляные пещеры являются необычными и редкими геологическими объектами. Так как соль легко разрушается водой, крупные соляные образования обычно недолговечны. Большинство соляных пещер встречаются в сильно засушливых районах, таких как окрестности Мертвого моря. В первом веке до нашей эры древние писатели рассказывали о традиционной деятельности на Мертвом море – добыче асфальта, также известного как битум. Битум представляет собой твердую легкоплавкую часть нефти. Интересно, что этот материал не требовал сложных методов извлечения. Он сам поднимался на поверхность водоема, сопровождаемый сильным запахом. Рыбаки просто подплывали на лодках к образовавшимся глыбам и отделяли нужное количество. Мертвое море расположено над зоной нефтяных залежий. Под воздействием тепла легкие компоненты нефти испаряются, оставляя тяжелые остатки – битум под морским дном. При слабых подземных толчках активизируется своеобразный асфальтовый вулкан. Расплавленная нефть прорывается через трещины дна, попадает в воду, быстро остывает, затвердевает и поднимается вверх. Плотность битума составляет около 1150 кг на кубический метр, что больше плотности обычной воды, но меньше плотности насыщенного солью Мертвого моря – примерно 1250 кг на кубический метр. Именно поэтому битум способен всплывать в этом водоеме. Последний раз подобное явление зафиксировали в 1969 году. Битум высоко ценился в древности, особенно в Египте, где его активно использовали для мумификации. Слово «мумия», пришедшее из арабского языка, происходит от персидского термина «мум», означающего «воск» или «битум». Еще одной областью применения битума в Египте была герметизация лодок и кораблей. Развитие египетской цивилизации происходило вдоль реки Нил, и судоходство играло важную роль в ее существовании. Поскольку в Египте практически отсутствовали крупные деревья, египтяне строили лодки из небольших досок Акации, Сикаморы и Тамариска. Для обеспечения водонепроницаемости стыков этих досок использовались битумные составы. Спрос на битум продолжал расти вплоть до того момента, когда египтяне переняли технологии кораблестроения у финикийцев и начали закупать ливанский кедр. Мертвое море, известное своим высоким содержанием соли и целебными свойствами, сталкивается с серьезной угрозой. Уровень воды в нем неуклонно снижается. Несмотря на многочисленные попытки местных властей и международных организаций найти решение этой проблемы, она продолжает усугубляться, превращаясь в настоящую экологическую катастрофу. А я, друзья, хочу вам сделать интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова